Всем привет, друзья, с вами Леди Мэри и вы на моем канале, где мы с вами как всегда обсуждаем все самые интересные новости в мире шоу-бизнеса. Чонгук и Джастин Тимберлэк заколлабились и представили нам обновленную версию трека 3D. Этот ремикс усиливает атмосферу олдскульного звучания оригинальной версии, придавая ему ретро-шарм. Так высказалось агентство Big Hit Music, которое продюсирует Чонгука. Чонгук, кстати, скоро, к сожалению, отправляется в армию служить своей родине, и это мы обсуждали в нашем прошлом видео. Не только Чонгук, еще трое участников из BTS сейчас в этом году собираются уйти в армию, и нас, получается, оставили до 2025 года без группы, но мы с вами, собственно, были к этому готовы. А вот почему Джастин Тимберлэк примазался к Чонгуку для того, чтобы сделать коллаб, это понятно, потому что у Джастина тоже проблемы, и мы в том же видео об этом говорили. После выхода книги Britney The Woman and Me у Джастина реальные проблемы. На стопе сейчас находится релиз его последнего альбома, и также его тур оказался под угрозой. Поэтому, скорее всего, Джастин, будучи не глупым человеком, увидел, значит, чарты, понял, кто там лидирует и хозяйничает, а это, естественно, кей-поперы, в частности, Чонгук со своими треками. Видимо, Джастину больше всего понравился именно 3D, 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 короче. И он решил вместе с ним создать что-то новое. Ну, кстати, комментарии такие себе. Короче, не понравился людям этот ремикс. А что думаете вы? Обязательно пишите в комментариях. Пэрис Хилтон снова стала мамой и необычно назвала дочь. 42-летняя Пэрис Хилтон в ноябре 2021 года вышла замуж за бизнесмена Картера Реумама. В конце января этого года Пэрис впервые стала мамой. Суррогатная мать родила супругом сына. Мальчика назвали Феникс. А сегодня Пэрис сообщила о прибавлении в семье. У них родилась дочка, которую назвали Лондон. Как и первенец блондинки, девочка появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Спасибо за мою малышку. Подписала Хилтон фото розового костюмчика. Совсем недавно вот в этом видео мы говорили про то, что Пэрис стала мамой впервые. А теперь она уже дважды получается на этом поприще. Ну, поздравляем, естественно. Очень необычное имя, потому что саму Пэрис зовут Париж. Получается Пэрис. И дочку теперь зовут Лондон. Вкусные имена в их семье, конечно, очень специфические. Ну, а мы, естественно, поздравляем. И переходим к следующей новости. А вот другая знаменитость Хейли Бибер призналась, что боится становиться матерью из-за травли в соцсетях. Известная модель Хейли Бибер дала интервью изданию The Sunday Times. В разговоре с журналистами супруга Джастина Бибера отметила, что очень хочет когда-нибудь стать мамой. При этом она рассказала, что боится рожать из-за травли в социальных сетях. Звезду подиумов постоянно сравнивают с бывшей Джастина, певицей Селеной Комес. Фанаты утверждают, что Хейли виновата в их разрыве. Я постоянно плачу из-за этого. Я так хочу завести ребенка, но мне очень страшно. Мне уже достаточно того, что люди говорят о моем муже или о моих друзьях. Я не могу даже вообразить себе, что мне придется противостоять людям, которые будут говорить что-то о моем ребенке. Недавно инсайтер рассказал о том, что Джастин очень переживает за свою супругу. Источник говорит о том, что его сердце разбивается, когда он видит, как Хейли борется с эмоциями. Информатор добавил, что популярный певец любит свою жену больше всего на свете и знает, что у нее золотое сердце. Бибера очень расстраивает то, как люди относятся к его супруге. Это на самом деле какой-то адский ад, что творится в соцсетях и насколько публичным людям тяжело дается эта обратная сторона популярности. И конечно же одно дело, когда пишут тебе, оскорбляют твою внешность, твои какие-то заслуги, которые считаются не заслугами и прочее, твое отсутствие таланта и так далее. И совершенно другое, когда дело касается твоих близких и тем более твоих детей. К слову, мне очень нравится пара Хейли и Джастина. Я думаю, что они по-настоящему вместе искренне любят друг друга и у них должно быть обязательно какое-то продолжение, потому что это настолько два красивейших человека, что просто, ну, наверное, нельзя останавливаться на достигнутом. Ну что ж, переходим к следующей горяченькой новости. И как вы помните, в прошлом видео я обещала, что мы обязательно разберем, как прошла свадьба Александра Петрова. И конечно же, сейчас я вам все расскажу. Свадьба Александра Петрова стала чуть ли не главным событием уходящей осени. Топовый актер неожиданно женился на девушке, которую едва знал пару дней. Для праздника пара выбрала один из подмосковных ресторанов. Вечер открыла очень романтичная церемония. Виктория и Александр шли к импровизированному алтарю в дыму, а с потолка на них рассыпались лепестки роз. Для торжества жена Петрова, Виктория, выбрала нежное белое платье с длинной фотой и открытыми плечами. А Александр, хоть и надел темный классический костюм, своей фирменной небрежной прически изменять не стал. Во время чтения клятвы молодой жене Александр расстегнул рубашку и показал переводную татуировку Виктория Петрова на груди, пообещав сделать такую же настоящую и уже с именами детей. Размеры столов и количество посуды, стоящей на белоснежных скатертях, говорят о том, что гостей было немало. Поздравить Петрова с бракосочетанием пришли Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Леонид Ермольник, Игорь Верник, стендапер Алексей Щербаков и другие звезды. Для пары и гостей выступала Юлия Савичева и группа Добро. Супруги получили сотни подарков. Один из самых милых преподнесли коллеге Александра, среди которых был Антон Богданов и Виктор Добронравов. Они презентовали Петрову черного щенка и актер назвал малыша Тэшка в честь фильма Т-34, где когда-то сыграл одну из главных ролей. На странице самого Петрова уже на второй день появилось смонтированное профессиональное видео. С их торжества, конечно, все выглядит потрясающе. Шик, блеск, красота, дороговизна, какие-то невероятные масштабы, конечно же, гости, звездные и прочее. Поэтому, что сказать, этой Виктории, безусловно, просто капец как повезло. Я представляю слезы и насколько больно и обидно это наблюдать бывшим девушкам Петрова. По поводу этой свадьбы столько домыслов, столько каких-то конспирологических теорий и так далее. Просто вот никак люди не хотят поверить в то, что так бывает, что действительно можно встречаться много лет, но жениться на первой встречной. И это будет, что называется, любовь с первого взгляда. И ничего здесь такого пошлого и сказочного нет. Вот так реально бывает. Я в это верю. Поэтому тему с Петровым мы, надеюсь, закрываем. Если вдруг появятся какие-то подробности, надеюсь, они будут хорошие, мы, конечно же, к ним вернемся. А теперь обсудим следующую достаточно трагичную новость, и она касается Тейлор Свифт. На концерте Тейлор погибла фанатка. Тейлор Свифт прилетела в Бразилию со своим туром The Aeros Tour. Во время концерта в Рио-де-Жанейро, где было почти 40 градусов, организаторы шоу не выдавали поклонникам воды, а кондиционеры были отключены. В итоге одна из фанаток скончалась по дороге в больницу в результате обезвоживания и теплового удара. Девушке было всего 23 года. По данным местного издания, на шоу из-за тепловых ударов потеряли сознание около тысячи человек. По словам очевидцев, газета сообщает, что температура на площадке ощущалась как плюс 60. Свифт эмоционально высказалась о трагедии. «Я не могу поверить, что пишу эти слова, но с разбитым сердцем я говорю, что мы потеряли фаната сегодня вечером. Я даже не могу передать вам, насколько опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красива и слишком молода. Мое разбитое сердце принадлежит ее семье и друзьям». Накануне певица отдала дань уважения погибшей фанатке во время выступления. Она со слезами на глазах исполнила свой душераздирающий трек «Bigger Than The Whole Sky». Кстати, бразильские гастроли американской поп-звезды уже назвали роковыми, поскольку смерть 23-летней девушки стала не единственной. Скончался другой 25-летний поклонник артистки. Он должен был посетить воскресное шоу «Тейлор» на Олимпийском стадионе Нилтон Сантос, однако погиб за несколько часов до концерта. Новость на самом деле просто кошмар. Я даже просто не знаю, как комментировать. Столько этих историй, когда большие стадионы, огромные тысячи людей, там 60-100 тысяч бывают на концертах, давка огромная, жарище. Я просто в шоке. К сожалению, на концертах очень часто случались трагические истории с жертвами и с многочисленными пострадавшими. Это тот же концерт Трэвиса Скотта злополучный, это тот же концерт Арианы Гранде и так далее. И этого неужели недостаточно для того, чтобы люди, организаторы сделали какие-то выводы и просто переживали сами за себя, во-первых, переживали за свою безопасность. Естественно, Тейлор сейчас будет сильно переживать эту ситуацию. Она уже пригласила ее родственников, погибшей, в вип-ложу. Они уже посетили ее концерт. Она пожертвовала там какие-то огромные средства. Но, понятное дело, это не вернет и не загладит того, что случилось. Но мы с вами должны сделать вывод о том, что о своей собственной безопасности переживать должны в первую очередь мы. И если вдруг вы любитель таких массовых мероприятий, концертов, подумайте тысячу раз и возьмите с собой воды. Певец Фарух Хасанов стал победителем проекта «Ну-ка все вместе». В финальном раунде артист исполнил балладу «Talking to the Moon». По итогам выступления артист набрал 98 баллов. Второе место занял Азат Рэмбердиев с хитом «The Final Countdown». Бронзу получила Софико Кардава. Певица спела композицию Рианы «Russian Roll It». Я бы хотел поблагодарить уважаемую сотню и ведущих. Вы самые крутые, спасибо. Я прилетел сюда за мечтой. Горжусь, что смог показать, что мы умеем не только строить. Мы еще и талантливые, и музыкальные. И эту победу я посвящаю своей стране, сказал Фарух, отметив, что он гордится своим таджикским происхождением. Очень классный парень, достойная победа. Если вы еще не смотрели финал, обязательно гляньте хотя бы вот этот вот самый главный последний раунд. И это действительно очень достойная победа. Поздравляем и двигаемся дальше. Роман Костомаров оказался «Железным человеком» в шоу «Аватар». В четвертом выпуске шоу судьи выбрали, кого рассекретят на этот раз. Покинувшим проект участником оказался Роман Костомаров. Он выбрал «Аватар» «Железного дровосека». Напоследок спортсмен, сидя, исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Его выступление довело судей до слез. Никто из них не смог сдержать эмоции. Это первый «Аватар», который довел нас до слез. Несмотря на то, что у «Аватара» небольшое сердечко, абсолютно считывается огромной души человек и огромное человеческое сердце. Очень сложно совладать с мыслями и эмоциями. Это такое точное и проникновенное выступление, сказал Сергей Лазарев. Ирина Понаровская, которая с самого начала твердила, что видит в герое знаменитого фигуриста, поблагодарила его за сильный номер. Олимпийский чемпион поделился, что не хотел так рано покидать проект, но посчитал, что продолжать путь в шоу нужно профессионалам. Ну, я, признаюсь честно, тоже очень эмоционировала, когда смотрела это выступление, потому что, я думаю, историю романа вам пересказывать не нужно. Вы сами знаете и читали новости. Но видеть романа каждый раз, видеть его улыбку, видеть то, что он продолжает дальше не только жить, но и просто наслаждаться всеми возможными творческими задачами. Он поучаствовал уже во многих проектах, дает интервью, продолжает активно заниматься спортом, как может, конечно, водит машину и так далее. И не скрывает, очень открыто дает интервью, рассказывает о том, что ему пришлось пережить. И, конечно же, это огромной силой, огромной души человек. И самое главное, у него действительно очень огромное сердце. И этот аватар в виде железного дровосека ему очень подошел. Он был в нем настолько органичен. И в этом есть такая здоровская метафора, как мне кажется, что человек с остальной волей к жизни, к победе, это по-настоящему вызывает уважение, гордость за такого человека. И это настоящий чемпион своей жизни. Принц Уильям стал самым сексуальным лысым мужчиной в мире. Аналитическая организация Reboot опубликовала топ-10 самых сексуальных представителей сильного пола, обладающих лысиной. Возглавил рейтинг 41-летний наследник Британского престола Принц Уильям. Далее в рейтинге расположились по порядку Я на самом деле всегда ржу с этих рейтингов, кто это определяет, кто голосовал. Покажите мне этих людей, женщин, мужчин, детей. Я не понимаю, кто за это голосовал. Уж по крайней мере из всех перечисленных найдется парочка, которые вот только так просто затмят этого принца Уильяма. С какой стати он на первом месте? Вот что в этом мужчине привлекательного, кроме наследства королевской семьи? Вот что чисто визуально в нем привлекательного? Мужик никакущий. Лично в моем рейтинге, конечно же, самый лысый, да, самый лысый мужчина в мире, самый привлекательный лысый мужчина из, по крайней мере, представленных, это, конечно же, Джейсон Стэттем. Ну, а какого лысого мужчину считаете самым привлекательным вы? Обязательно пишите в комментариях. И это не обязательно должен быть человек из этого списка. Потому что многие русские женщины писали, что вообще-то Гоша Куценко является кумиром и просто потрясающим мужчиной невероятной красоты и уж точно затмевающей всех представленных. Ну и напоследок, как всегда, интересный музыкальный факт. Группа The Beatles, певица Адель и также кей-поп группа Blackpink являются единственными артистами, удостоенными почетного звания Великого Ордена Британской Империи, MBE. Ну что ж, друзья, вот я вам и рассказала все самые интересные новости, которые произошли на прошлой неделе. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе звездных новостей. Если не видели прошлые выпуски, они будут вот здесь. Спасибо за просмотр. Ну и с вами, как всегда, была я, Леди Мэри. До следующей недели.